дима пришел мне тут помогать всем привет да мы тут зимой чеснок чистим сейчас начистим его банки уже помыты помидоры мы с димой также перебрали и так и замочили их получается чтобы они маленько в воде полежали и был мыть еще хочу вам показать дима до того как заболел они купались в бассейне я вам видео ролика два назад на на показывание с папой играли и неудачно ярослав получается ударил диму головой головой вот сюда вот в брови у него вот такой вот тут синяк уже пошел на низ глазу к поближе ступлю дожди сынок вот так ну что-то отсвечивает он такой вот сюда вот попала и сюда ужин синяк ну-ка глаз прикрой красавец мой перед школой что-то то прихворал то синяк скажи все кучу да ай доченька это звезда моя это не ням-ням это чеснок чеснок да мадам молодец ням-ням да будем готовить сейчас мы выпустили видео вы уже его посмотрели а мы работаем в до так мадемуазель брошкина ой-ой мама помощница ням-ням помощница да нет не помощница о чеснок ну все вам будет работать да мы моя девочка целулькина моя всем привет помашешь всем привет но чеснок не хочет она говорить иногда повторяет где ты где ты вот она ты вот перевернула на себя камеру продолжаем работать помощница моя юля ходила в подвал и говорит одна банка говорит взорвалась с компотом видно либо просто на крышку возможно я плохо закрыла может быть еще что-нибудь не одно так другое нет чеснок надо чистить и еще на помидорах да на маленькой баночке взорвались до баночки салат ну компоты салат взорвался по банке да ну вот уже начинает взрываться все нормально но может где-то ошибку какую-то допустила нет ни ошибку просто может попал воздух и все крышку плохо закрываешь забрать дело сможет а у нас еще капот есть сейчас с груши будем делать яблоко сейчас еще с вишней а зайка давай давай я я почистила да вот сюда положи ну ладно мы продолжаем работать покажем вам уже видео все дальше моя помощница ой держу одной рукой телефон сейчас наша помощница собралась куда идти куда мы с тобой идем куда же пошла качкач на качели они вдвоем садятся и качкач качкач делаю duck пойдем все помощницы в ушки как-то жизни улья сходила на огород говорит дыня сорвалась с этой спитерки лежала просто так вот сейчас она и занесла почистить чистить уже начала неровно отрезала а пахнет вообще дольку ой как пахнет это наши домашние такие дыньки вот такие вот у нас потом схожу на огород покажу какие у нас там арбузы растут это у нас тут слива стоит на компот тут тоже перебрать ее надо это кабачки тут у нас лежат в общем работа у нас идет полным ходом эти помидоры у нас пойдут налечь и потому что я их на второй раз перебрала уже так что вся кухня в общем занята не я вам сейчас банки покажу приготовила на столе 3 полтора литровые банки 3 литровые сейчас я сюда уложу помидоры посмотрим сколько нам еще надо еще приготовили 700 граммовые баночки пока вот помидоры сделаем с чесноком и дальше начнем заниматься уже компотами весь процесс будет потихонечку показывается и делиться эти банки закатывать а это одна у нас закручивается но у меня есть новые такие крышки которые закручивать так что сейчас начнем вот так вокруг плодоножки три раза протыкать и укладывать уже по баночкам залить кипятком оставить на 10 минут потом это все сливать обратно в общую емкость добавить в банки соль сахар черный перец чеснок и уксус потом залить все это кипятком и закатать вот такой простой легкий способ называется помидоры в снегу сейчас я уже 4 баночки получается проткнула плодоножки осталось у меня вот эта баночка и сюда добавить две помидоры саша чеснок уже заканчиваем натирать воду мы поставили уже кипятить но как получится мы вам дальше все покажем вода у нас закипела саша разливает по банкам здесь у меня компот вишнево сливовый одна баночка потому что вишня у нас уже с нашего дерева отходит и остатки мы все равно докручиваем сейчас я крышечками все накрою на 10 минут сейчас закроем и все у меня есть специальная крышечка сейчас покажу покупали вот такую крышечку мне их по моему 2 или 3 разного цвета чтобы удобно было сливать так сюда мы добавили мы сделали эксперимент в общем мы добавили черный перец горошком по 2 по 2 горошка и душистый перец по три горошка так дальше сахар у нас в литровый идет две столовые ложки и 1 чайная ложка соли правильно все в описании что напишешь что надо в полтора литровый мы чуть-чуть увеличиваем кинулись 9 процентного уксуса у нас много две большие бутылки 70 процентный закончился попросили оля сейчас на велики поедет магазин возьмет чеснок у нас здесь также на литровую баночку 2 чайные ложки на литровую на полтора литровую 3 чайных ложки чеснока так что вот вот вода у нас уже на рассол кипячится да и сибири помидоры снежные снежные наши помидоры кристальные такие прям красота вкуснота будет ну все да сажает вода уже выкипела в общем на эту баночку на полтора литровую мы положили три чайных ложки чеснока сюда по две и у нас немного оставалось чеснока мы раскидали да по чуть-чуть на все баночки разложили сейчас уксус добавить залить горячим маринадом и все закатываем и укутываем под теплое шубу валенки шубу под валенки компот саш одну банку закатал которая с вишней было я ее уже убрала и торжественный момент добавили мы уксуса 70 процентного и начинается наши снежные помидоры я уксус наливала у меня руки так тряслись меня и данный момент сейчас они еще трясутся за что же горячим я саша говорю я вообще боюсь с уксусом работать ну вот наши помидоры уже саша закрутил вот такие но они у нас в чесночном снегу ну да чесночном снегу вот такие у нас симпатичные зимой будем кушать дай да саша гречи нужно много прям много-много тела и борщевую заправку и икру кабачковую так что много еще впереди всего делать каролиночка тут проснулась я одеваюсь чтобы поехать светлана отвезти в больницу и ждать когда приеду там раз на как устранять в общем пары качкач меня зовет с утра пораньше дело платье мамину говорит это мое дочь напугай ух маму напугала мама спряталась еще раз напугай маму ой а где моя дочь где моя доченька я не вижу свою доченьку где моя дочь вот она моя девочка так кто видел мою каролиночку где моя бусинка где моя бусинка а как ты маму пугаешь ух это чё нет руки застряла ручка давай сейчас мама поправит тебе привет целюльки моя целюлькин ой поймала твой поцелуй она знает что мама уже одевается собирается до доченька папа папа одевается дочь ушла ушла она кричит грипп это мое я это мамино платье на год мое и все показывает одевая готова не пока ждем светлану они пошли сдавать кровь с вены света сначала перепутала думала с пальца кровь а здесь берут с вены поэтому они повторно заняли очередь и пошли уже сдавать кровь там уже вот у меня вот такой вот вид поле и хожу гулять нашу больницу ремонт ведут говорили что она почти год будет она закрытая и принимают в маленькой сейчас попробую обойти и вам показать я помню когда мы приехали у зои когда дом приобретали и нас зоя когда вот мы с поезда приехали зоя накормила нас борщом и достала компот с кизила она его ну готовила сама говорит он где-то рядышком он там растет можно его собирать правда мы не уточнили где надо у местных жителей спросить и очень вкусно был компот с кизила и здесь я вот игру около детского врача вот увидела что там дерево но там немного было ягод тимофей еще подошел сорвал посмотрел я ему говорю ты не кушай потому что он очень сильно кислый и он еще не созрел туда возвращаться не буду вот на заднем плане наша большая больница которая сейчас находится в стадии ремонта сейчас объявляет упоминает о том чтобы платить налоги надеюсь будет слышно пока я ходила прогулялась по этой стороне чтобы сходить заснять где кизил мне нужно на на ту территорию поэтому не стала я уже возвращаться потому что саша машину сюда перегнал уже ближе к выходу смотрю у нас тимоша идет уже сдал кровь с вены сейчас просим у него ты плакал ты первый раз сдавал ты плакал но ничего только не открывать ну все первый раз сдавал немного расстроился бывает конечно они привыкли что там вот в поселке где жили в омской области там только с пальца кровь сдавали а здесь даже вот наши мальчишки также проходили медкомиссию и в садик и в школу брали с вены кровь поэтому для нас тоже было первый раз как-то необычно но ничего все хорошо я надеюсь варвара там не устраивает конечно истерики потому что она очень сильно боится уколов боится всех этих прививок надеюсь все пройдет хорошо пока светлана с ребятишками проходили вот сдавали анализы мы саша уже съездили по делам по моим делам это мы были в администрации слава богу там почти все мы доделали зашла еще в сбербанк распечатать выписку лицевого счета тоже уже это все сделала и мы вернулись уже сюда многие конечно удивляются почему часто там я в поездках и почему саша там что-то сделать не может но не может он этого сделать потому что в принципе это касается меня это касается меня и поэтому делаю свои дела я за меня их решить никто не может а по поводу свет и я не говорю что мы ее прям сильно опекаем я не говорю о том что мы с ним нянькаемся объясню почему потому что когда человек приезжает на новое место и многих нюансов но не знает во первых сейчас мы ей все покажем расскажем она сама все будет уже знать и в дальнейшем мы уже никого пикать не будем все какие-то нужные дела единственное что брат он есть брат сядет свозит куда нужно там по каким-то делам а так все остальные дела светлана будет делать сама мы только сейчас ей на первых порах поможем все подскажем расскажем объясним потому что мы когда тоже переехали многое что не знали где находится поэтому сейчас нам намного легче это объяснить светлане чем это было у нас ну скоро эти дела бумажные закончится я очень надеюсь потому что от них очень сильно устаешь это на камере кажется тому поездки поездки одни поездки и одно это очень выматывает и голова болит и все остальное давление скачет и и Продолжение следует... Продолжение следует... Пока мужчины там работают и Саша с ними остался, я пойду к Светлане, зайду воды попить хочу, прям жарко очень. Продолжение следует... На моем заднем плане получается, вон туда, почти возле того столба. Светлан дом находится за этим выражем, то есть там вот где Сашина машина виднеется угол. Вот белая подъехала только чуть дальше. Вот такое расстояние получается большое. Этот прорыв трубы проходит, потому что ближайшего здесь дома нету, с этой стороны дома нет. Ну а с той стороны, где вот люди врезаны они в эту, как говорится, линию, не врезаны, никто пока не знает. Хотя мужчина с того дома подходил. Ну я потом уже у Саши уточню эту информацию. Ну, пойду попью. Эй, ну Дима, голову поднимите. Эй, они его неправильно поставили, блядь. Так отвертка подернем? А у нас позже согнутое что-то было. Алюминиевое. Пойдем за протерку. Я хуею. Вот такая сенья. У нас все есть. Дима, такая сенья. Ну ее согнуть надо мне вот резинку. А, согнуть? Сейчас, погром. Не, потоньше. Потоньше, так тонко что-то. Ну, ножом не про это. Не, не, не. Не, не. Забивать ее. Молотого тебе дай. Деньше получения нет. Две глупы. Тринотый. 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 Ты хуя? Ну, дай ключик. Котинет, по-дай. Ой, что такое, дай. Вот это не забьешь зубилом? Или это хоть пассатижами, нахер, ручкой, блин? Как вы уже увидели в видео, что там бежит вода с большой трубы. С центральной. С центральной. Поэтому, Светлане, ничего не придется оплачивать. Повезло. Повезло. Этот порыв получается там хомутик, да, большой. Да, хомут металлический. Там резинку выдавила. Но сейчас они будут что-то решать эту проблему. В общем, сказали нам спасибо большое за прорыв, что устранить эту проблему, потому что вы на видео увидели, там такая глубокая яма, и сочилась эта вода, очень видно, давно прорвала, потому что там больше двух метров, не, или два метра, да, наверное? Копали они. Ну, да. Ну, вот ты представляешь, чтобы пока на поверхности это все просочится. Да, да, труба, да. Глубоко. Давно уже бежала, чтобы было. Поэтому у Светланы проблема решена, и слава богу. Сейчас мы выехали, Олю с ребятишками оставили у Светланы, и поедем Света оформит воду, потому что там с 8 до 12. Сегодня нам тоже не удалось оформить документы на воду, потому что контролеры ушли разносить квитанции. Сказали, через два дня подъехать. Мы со Светланой снова вернулись в больницу, потому что она забыла ребятишек, о, ребятишек Варвару записать на медкомиссию для прохождения первого класса. И я подошла показать вам, вот, это же Кизил. Ну-ка, камера, четкость покажи. Вот, это же Кизил. Я думаю, что да. Вот он. Его здесь очень-очень мало. Сейчас покажу вам. Окей? Здесь. Вот. Дерево большое, но полупустое. Тут вообще немножко на веточках висят, и все. Больше нету. Хочу показать вам журналы, которые детские мы выписали на почте, и нам их во второй, ну, во втором полугодии начали, получается, приносить. Вот это была у нас в июле. Это для Ярослава развиваться. Здесь много разных таких и сканворды, и вырезки делать, судаку считать, головоломки, игры, то есть раскраска, все тут. И детский такой вот журнал, это у нас для Димы. Он тут. Также здесь сканворды, лабиринты, судакул, в общем, все такое. Также и считать, и писать, рисовать, играть. Вот детский гороскоп тут даже есть. Вот такой вот он. Читать. Дима у нас уже читает по слогам, поэтому вот. Сегодня нам вот такая пришла. Ёжик называется Ухтышка, пришла у нас в июле. Выписали мы на второе полугодие, поэтому будем получать. Оплата, так, ну, где-то в районе, по-моему, 200 с копейками рублей, вот, заодно. В общем, у нас вышло там, по-моему. Ой, если я не ошибаюсь, где-то около 500 рублей за две вышло. Ну, это вот каждый месяц будет приходить по одному журналу. Приехали мы домой, пообедали, немного отдохнули. Каролиночка у нас уже поспала, проснулась. Сейчас мы поедем, то есть в нашей станице продают телефон. Светлана свой телефон утопила. Точнее, намочился он на мокрое, как-то незаметно положила. И он, получается, батарея, да, вздулась? Ну, да, наверное. И здесь, в нашей станице нашли по объявлению. Поедем сейчас, Светлану свозим, она посмотрит и приобретет себе телефон. Сколько он там стоит? 3000, по-моему, да? Угу. Ну, вот. Мы сейчас пойдем переодеваться. Саша уже пойдет заводить машину и поедем до Светланы. Ребятишек заберем, к нам привезем. В этом видео мы с вами попрощаемся. Увидимся мы с вами уже в следующем видео. До новых встреч. Спасибо вам большое. Пока-пока.